всем привет студии столицы нижней егор и щук егор приветствую чемпион мира по тайскому боксу я не ошибся расскажи где проходили соревнования и сколько боев у тебя было соревнования проходили в швеции город со странным названием йенчопинг да очень похоже на тайское название почему да но к сожалению это не таиланд это швеция холодно было да было очень холодно порядка 10-15 градусов постоянные дожди ветер и все в этом духе но слушает очень похоже на ту погоду которая у нас здесь и соответствие не пришлось акклиматизироваться никуда ну да в этом свои плюс есть хорошо расскажи как проходили бои я знаю что просто один соперник побоялся выходить с тобой на бой почему так получилось что разминались мы с ним в относительной близости друг друга начали разминаться он начал смотреть как я работаю по лапам и видимо все желание боксировать я у него отбил кто это был что запад это был парень из ирана и ранец и ранец да они вроде должен быть характером с каким-то зачем-то нам приехал вообще туда ну это надо у него будет спросить ты не пробовал с ним общаться нет а как получилось так что как-то узнал о том что у тебя бой с ним не будет то есть это уже вышел в ринда мы все мужа размялись тренера меня подготовили массажист не размял все таблетки нужны я выпил выхожу в ринг и смотрю в соседнем углу никого нет и туда понимаю что бой к сожалению не будет бой не будет это был твой первый бой который должен был точнее стоять за бой который не состоялся отлично и второй бой второй бой у меня был с парнем из гонконга если я не ошибаюсь ну довольно такой тоже морально неподготовленный тоже видим не хотел драться первый раунд я с ним поиграл второй раунд секундантно сказали давай разбиваю его ну и в третьем раунде закон закончил досрочно как нокаут да там явным преимуществом рефери просто остановил бой я начал избиение ничего не мог противопоставить но вообще как тебе показал целом уровень соперников вот есть прикинуться например у наших ребят у россиян в целом какой был ну смотри как обычно конкурентность составляют именно вот три страны россия белоруссия и таиланд постоянно конкурируем между друг другом наши ребята подготовки наших ребят я говорить не ручаюсь выступили как выступили показали на все все что написано что способны молодцы вторые места третье места первые все выступят команды вот если вот разобраться какое нас место к сожалению призового места мы не получили у нас четвертое место почему опять же наверное за подготовки моральной и какой-нибудь физической усталости очень многие держали вес на протяжении недели пяти дней шести дней это очень тяжело это очень сказывается в бою выматывать морально и физически хорошо а как-то сам готовился расскажи что тебе были какие были тренировки у настоящего чемпиона мира чемпионские тренировки даже не будем раскрывать секрет в двух словах как обычно как и в прошлом году просыпался в 4 утра выходил из дома шел на тренировку с тренировки на учебу весь злой вечером прихожу на другую тренировку то есть это две тренировки для 2 тренировки где техника и функционалка все вместе да и функциональная подготовка и техническая и спарринги и моральная подготовка тоже разбирали тактику и стратегию на бои слушай ну ты парень жестокий и с тобой много вообще спарринг партнеров то работает или в основном это кто-то из своих нет постоянно смотри моего веса в области очень мало поэтому мне приходится стоять с ребятами которые на порядок выше меня и в шире и весит килограмм на 15 на 20 больше так что да я привык со многими спарринговаться у меня нет постоянных спарринг партнеров они как текучка кадров они постоянно меняются ну и ребят наверно с тобой который побольше им тоже наверно с тобой может быть некомфортным да да эти низкий но очень быстрый да в этом плане им очень удобно и некоторые должны отказываться ставить парень хорошо скажи какие-то плавно будущее в планах у нас поехать на чемпионат россии который будет проходить в москве в июле выиграть его дальше посмотрим дальше у нас запланированы пару профессиональных боев но об этом лучше с тренером поговорить он об этом знает все подробно скажи а ты на выступала кубки на кубке россии на до выступал он проходил феврале в городе ижевск что не получилось то да ничего не получилось первый бой тоже досрочно закончил в первом раунде а второй бой получился равный боксировал с парнем из кемерово ну не знаю судьи предпочли отдать победу ему то есть это была равная битва когда он бой был равный по моему я его выиграл егор но и в целом если говорить о нижегородском тайском боксе ты заметил что у нас не знаю побаиваются а нас говорят да конечно нас говорят нас боятся и это можно заметить даже находясь в сборной россии по тайскому боксу нас стараются как бы держаться подальше от нас обходить стороной не особо нас любят не знаю почему может потому что мы чемпионы какие у нас перспективы у нас есть все перспективы вырастить новых чемпионов мира новых чемпионов россии еще саму 19 лет тем да да ну мы показываем своим примером ребятам что все возможно все в наших руках стоит только захотеть нужно просто биться нужно ходить самое главное в ринга показывать свой характер желание биться и вырывать победу скажи и вот последний заключительный вопрос насколько сложно тебе все сочетать с учебой потому что как и в прошлый раз я знаю ты продолжаешь учиться на очень сложная специальность да яかった моя специальность очень сложная требует очень много времени очень много усилий изучать языке это не самое легкое я скажу совмещать с тренировками это уже подавно то есть тебе нужно находить время чтобы тренироваться время чтобы учиться причем хорошо учиться в итоге не остается времени на все остальное на личную жизнь с хобби на интересы то То есть приходится очень многим жертвовать. Как тебе удается совмещать, например, сборы, соревнования с учебой? Ну, как я уже и сказал, приходится многим жертвовать. То есть если у нас начинаются сборы, то приходится жертвовать учебой. Если начинается сессия, экзамены, зачеты, приходится... Там на учебе к этому как относятся? Все зависит от преподавателя. Кто-то более лоялен, кто-то менее, кто-то ругается, кто-то наоборот хвалит. Но в целом понимание есть? Конечно, да, человеческое взаимопонимание. Оно всегда присутствует. Спасибо тебе большое за участие в программе. Успехов тебе в будущем. Я верю в тебя. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok